В бухте у черного-черного моря, где волны ласкают каменный пляж, на острове детство в стране среди горья, дети снимают журнал «Яролаш». Это последняя репетиция. «Яролаш» на сцене – еще один проект, который совершенно неожиданно понравился детям. Ведь их замечательный педагог по театральному мастерству Александр Ребец удовольствие постижения кино продляет увлекательными уроками, в которых игра позволяет по-взрослому раскрыть творческий потенциал любого ребенка. Это немножечко другой жанр, это немножечко по-другому расставляются акценты. И я стараюсь ребятам рассказать, показать, чем отличаются съемки в кино «Яролаш» от «Яролаша» на сцене. Потому что если будет неудачный дубль, его можно переснять. Если, например, там солнышко зашло или еще что-то такое, поменялась картинка, это можно переснять. А на сцену ты выходишь, и от начала до конца ты должен свою роль раскрыть. Учат и сцена, и специалисты, дающие основу мастерства – быть гримерами, актерами, сценаристами. Сначала мы приехали, провели мастер-класс по кинопроизводству. Отдельный мастер-класс по операторскому мастерству. Отдельный мастер-класс по звукорежиссуре. Отдельный мастер-класс у нас вот Александр Николаевич проводил по актерскому мастерству. То есть все основы профессии дети узнали, практические занятия у них были, они выходили в поле, они снимали сначала кошек, все, что видели в окно, а потом уже началось у них создание собственного сценария. Руководитель проекта Борис Грачевский с удовольствием наблюдает, как детвора по сюжетам вышедшего на экраны в разные годы Яралаша снимают свои сюжеты. В этом году из четырех команд самыми сильными оказались муромчане. Четыре команды у нас снимали, отталкиваясь от сюжетов Яралашных. Одна команда у нас такая самая крепкая оказалась, это были как раз муромчане, да, и они решили, вот как они вцепились, то есть задумка у всех, замысел был у всех, но не всем удалось его до конца довести. Эти своим характером вцепились в этот сценарий и они до конца все-таки его дожали. Для чего же это смене? Каждый ребенок вот находится рядом с профессионалом, вот снимает, допустим, оператор. Профессионально снимать, рядом стоит ребенок, который учится этому, помогает ему. Допустим, те же гримеры, то же самое, звукорежиссеры. Кебе на приезжает и он имеет право выбирать. Вот смотри, вот есть это, что тебе интересно. Вот ему интересно, допустим, стало, допустим, быть оператором, да, ему пощупать камеру, да, посмотреть, как это делается. Он идет туда, ему другому интересно быть актером. Они как-то распределяются по интересам, и они начинают потихоньку постигать вот эти азы этих кинопрофессий. Вот в этом самый глобальный смысл. Когда с Борисом Юрьевичем только начинали программу «Постродетство веролаз», только придумывали, это была основной целью – дать ребятам понять, что это такое, показать. Яков Робертович написал песню, которая стала символом этого фестиваля. Она живет уже много лет и отражает суть происходящего с детворой, по-настоящему любящий и кино, и возможность участия в нем.